Вот все бежит. Вот все. Ну и все кругом бежит. Все. Ночью не сплю. Сейчас в больницу хожу на уколы. Хронические болезни обострились от жизни в постоянной сырости. Людмиле Григорьевной 80, она ребенок войны. В каждой комнате ее квартиры протекает потолок. Она была бы рада ничьевствованию на параде, а помощи в ремонте. Но поддержка от государства незначительна. Конечно бы было здесь мне уютнее. Я хоть бы спала бы здесь. Спокойно бы. А теперь что? Ну какой сон мне? Две тысячи дали, что я это. А так никто не приходит. Ничего. Одна вот. Внук один и все. Помимо прохудившейся крыши, этой весной добавилась новая проблема. Рухнула часть кирпичной кладки. МЧС ничем не помогли, как и ЖЭО. А своими руками ее не заделать. Там образовалось большое пространство. И вот в это пространство, когда идут дожди, то есть в соседнюю комнату, оно полностью, как бы, вода попадает. Внук Людмилы Григорьевны замазывает стены, но этого хватает ненадолго. Течь не перестает. С потолка льет по всему пятому этажу дома на Октябрьской 52. Капитального ремонта жильцы добиваются с 2009 года. Безрезультатно. А ЖЭО, говорят люди, постоянно переносит срок выполнения работ. Сейчас, мол, обещают назначить ремонт на 2023 год. А пока вместо помощи повышают тарифы. Разговаривала с экономистом. Она сказала, чтобы нам сделали крышу, они должны нам увеличить коэффициент оплаты. Ну, я почему-то решила, что коэффициент оплаты за коммуналку нам поднять и крыша – это две разные темы организации. Я бы рекомендовала обратиться в жилищную инспекцию Алтайского края, специалисты которой выйдут на место, составят соответствующий акт, выдадут предписание в отношении управляющей компании, которая будет ограничена конкретными сроками и в данные сроки будут выполнены работы. За Людмилу Ясенчук в жилинспекцию обратились мы и ждем ответа на запрос. А собственникам также рекомендуют обратиться в администрацию Новоалтайска в комиссию по определению ветхости жилья. Если его признают таковым, то дом либо отремонтируют в конкретный срок, либо расселят. Если не сработает ничего, дорогу у новоалтайцев только одна – в суд. Полина Жданова, Андрей Печоркин, День с толком.